Так, уважаемые товарищи, всех приветствую, всем добрый день, кому-то доброе утро, может быть, еще. Значит, у нас сегодня первое занятие в политпросвете онлайн. Но я кратко расскажу, если можно чуть погромче, но я, в принципе, говорю достаточно громко. Сейчас я попробую тут звук, может быть, отрегулировать. Вот. Вообще по звуку, давайте так, звук нормально сейчас, вот, если по звуку брать. Сейчас немножко. Нормально пишут, потому что, в принципе, я так стараюсь достаточно громко говорить. Так вот, у нас первое занятие, вводное занятие клуба политпросвет. Ну, чтобы было понятно, политпросвет достаточно уже давний кружок, да, марксистский, который проходил раньше в Москве в очном формате. Так, ага, что-то. Ну, ладно. Который приходил в Москве в очном формате. Было очень много опробовано уже в рамках этого кружка курсов. Несколько лет назад, лет 7 даже назад, наверное, уже 6, был курс по основам марксизма. Потом был интересный курс, вот, с товарищем Сергеем Анатольевичем Новиковым по истории Октябрьской революции. Это, кстати, все есть на YouTube-канале Родфронта. Если там порыться, вот, в старых записях, то можно много лекций найти. Это курс лекций по истории советских конституций, которые я прочитал, вот, года два где-то назад. Вот, и сейчас, после перерыва, связанного вот с этими всеми вещами, да, пандемия там и прочее, мы решили возобновить политпросвет, но уже в онлайн формате. Чтобы и больше людей привлекать, да, и с разных, ну, так скажем, регионов. Потому что не только москвичам было бы это интересно, да, и поэтому, в общем, а пока непонятно еще где и как все это проводить, то вот онлайн режим был бы оптимален. Вот, тем более, что мы, никто не мешает, да, когда поменяются условия проводить и в онлайн формате, и в оффлайн. Поэтому сегодня у нас вводное занятие. Значит, как у нас будут занятия проходить? Ну, вообще, конечно, оптимально, оптимально это лекции, семинары. Но пока у нас вводное занятие, пока еще непонятно, в общем, насколько у нас все это дело пойдет. Хотелось бы, конечно, чтобы был постоянный состав слушателей и чтобы уже был постоянный состав тех, кто бы готовил какие-то, может быть, доклады, да, по результатам прочитанного. Пока, я думаю, мы вот ближайшие занятия будем действовать следующим образом. Перед каждой лекцией я буду задавать вопросы по прочитанной литературе. Сегодня я уже скину литературу по теме введения в марксизм, да, что такое марксизм. Там не очень много будет. И я буду стараться, поскольку занятия у нас еженедельные, да, вот тоже важный момент, занятия у нас будут проходить каждую неделю по воскресеньям в 12 часов. Вот в это время еженедельно мы будем проводить занятия. И, соответственно, ну, понятно, что раз в неделю это достаточно высокая периодичность, да, я буду это учитывать и буду давать список литературы, который, возможно, освоить за неделю. То есть, так скажем, первого тома «Капитала Маркса» за неделю не надо будет прочитывать. Это я сразу могу сказать, да. Ну, и я думаю, в начале каждого занятия буду задавать вопросы, да, по прошлой теме. И, может быть, ну, минут 30, да, от занятия мы будем вот уделять такому, ну, своего рода проверки домашнего задания. Вот, поэтому, ну, а потом уже будет новая тема. Я думаю, пока у нас вот еще не сформировался такой основной пул докладчиков и слушателей, я думаю, это будет оптимально. Ну, а потом уже можно будет выйти на полноценные семинарские занятия, да, с несколькими докладами, с обсуждением, ну, и так далее. Вот, это что касается организационной части. Занятия, я думаю, наши будут проходить, ну, около двух часов. Я сам буду стараться укладывать свое лекционное выступление в час, ну, может быть, час с небольшим. А после хотелось бы тоже послушать ваши вопросы, ответить на них, или реплики какие-то, может быть, у кого-то есть. Поэтому здесь тоже каждый может задать вопрос, каждый может высказаться, да, здесь возможности такие есть, после, вот, основной лекции. И, соответственно, какие-то, может быть, непонятные для себя вещи уточнить. Вот, это вот что касается такой, что ли, организационной части. Если есть ко мне вопросы по организационной части, то задавайте их. Если нет, то мы будем двигаться уже непосредственно по теме. Так, вопросы организационные какие-то имеются? Так, ну, вопросов, я так понимаю, по организации наших занятий пока никаких не поступило. Ну, хорошо. Тогда мы будем двигаться непосредственно уже к теме. Значит, наш курс, который мы начинаем, называется «Основы марксистской философии». В рамках этого курса мы разберем с вами понятие, ну, вообще, что такое марксизм. Это вот на сегодняшнем вводном занятии, да, что такое марксизм, в каких исторических условиях он формировался, вообще, зачем его изучать. Да, может быть, можно как-то и без марксизма обойтись, как некоторые считают сегодня, или все-таки нельзя без него обойтись, да, вот мы сегодня об этом поговорим. Кроме всего прочего, мы разберем уже в дальнейшем основы диалектического и исторического материализма. И я думаю, что вот этот курс, он поможет, ну, в некоторой степени, какие-то, может быть, даже общеизвестные для многих людей, особенно которые довольны марксизмом, положения, ну, как-то еще раз провернуть в своей голове, еще раз освежить. И в любом случае это будет неплохо. Ну, а для тех, кто с теорией знаком поверхностно, я думаю, это будет, ну, неплохое введение для того, чтобы потом уже погрузиться в теорию более основательно. Вот. Значит, сегодняшняя наша тема первого вводного занятия, она так и звучит. Что такое марксизм? Потому что, наверное, будет неправильно разбирать сразу философию марксизма, не обозначив вообще, что из себя представляет марксизм, как в целом учение. Да, а тем не менее, марксизм – это действительно целостное учение. И вот в рамках сегодняшнего разговора мы с вами и постараемся ответить на такие вопросы, как условия возникновения марксизма. Собственно, что такое марксизм? Да, три источника и три основные части марксизма. Основные особенности марксизма, как целостной теории. Да, ну и, конечно, вопрос актуальности. Для чего мы должны марксизм изучать? Ну, вот по ходу лекции я буду стараться иногда задавать какие-то вопросы. И вот я не знаю, тут, правда, у кого получится, но мы попробуем. Если не выйдет, тогда буду просто рассказывать, потом, соответственно, в конце постараюсь ответить на вопросы. Если выйдет, было бы неплохо, конечно, чтобы был какой-то диалог у нас. Чтобы не просто там я вещал, а потом, значит, отвечал на вопросы, а чтобы даже по ходу лекции я, например, кому-то задавал вопрос. Ну и вот первое, вот первое самое, это условия возникновения марксизма. Вот если есть возможность, да, кто-нибудь, может быть, мне попробует ответить, а вот почему действительно марксизм возник именно в середине 19 века? Почему, например, до марксизма мы имели утопический социализм, там, Оуэна, Сенсимона, да, еще раньше утопический социализм Томаса Мора? Это, опять же, да, мы же и материализм имели, но, правда, такой метафизический, в лице, в общем-то, достаточно видных представителей философской мысли, особенно вот 18 века, если вспомнить, да, Гальбах, там, Гельвеции. Но именно вот марксизм, который бы соединил, да, и материализм с диалектикой, который вот мы называем, да, научным таким коммунистическим учением, возник в начале 19 века, ну, в середине даже. Так, вот я читаю, пишут. Промышленная революция, промышленный пролетариат, развитие промышленного, выделился класс пролетариата, классовое сознание, не были открыты законы, но это раньше не были. Так, развитие научного, так, индустриализация. Но вот я читаю, в целом, да, в целом, вот, ответы, они в такую, в правильную сторону направлены. Действительно, дело в чем, что, во-первых, да, промышленное, возник промышленный пролетариат и развитие промышленности. Более того, я хотел бы отметить такой важный момент, что, в принципе-то, пролетариат, он возник еще до 19 века. Вообще, если мы посмотрим историю, то первый опыт капитализма – это Флоренция, 14 век. Вот в то время, когда у нас было монголо-татарское иго, там уже были забастовки рабочие. Но это был, как говорится, росток капитализма, который позже был задавлен реакцией, да, и в целом это не повлияло на какое-то вот изменение глобальное. А в 19 веке капитализм стал развиваться именно как формация, да, и не просто как один из укладов, а он стал уже побеждать. Конечно, здесь немаловажную роль сыграла Великая Французская революция, вот, опять же, да, промышленный переворот и возникновение пролетариата как класса, который уже оформился, который уже имел свое классовое сознание, как здесь вот было сказано, то есть возникновение пролетариата промышленного как субъекта исторического действия. Это очень важный момент. Здесь какую роль сыграло вот это именно капиталистическое развитие, еще помимо того, что возникла крупная промышленность, это, естественно, в первую очередь, рухнули сословные вот эти все перегородки. Дело в том, что в феодальном обществе вот эти классовые противоречия, которые, безусловно, тоже были, они камуфлировались сословными вот этими различиями. Да, то есть там как бы была такая двойственная социальная структура, то есть классовая структура, на которую накладывалась сословная структура. Сословная структура, вот в чем здесь вот камуфлирование это выражено, а в том, что сословия это, по сути дела, юридически оформленные социальные общности. То есть там особенность сословий, что там уже юридически, там или какие-то грамоты были сословные, или в законодательстве это закреплялось, но юридически закреплялось вот это неравенство. И буржуазия, она, собственно, на чем строила свою и, в общем, прогрессивную для определенного исторического периода повестку, что нужно уничтожить вот эти самые сословные привилегии, нужно уничтожить вот эти самые сословия. И тогда у нас будет юридическое равенство всех перед законом и судом, будет разделение властей, будет частная собственность, которая не будет, опять же, привязана к сословному происхождению, и вот мы заживем, в общем-то, хорошо. Ну и, собственно, вот эти лозунги «Свобода, равенство, братство». Да, и буржуазия на тот период времени действительно была заинтересована и в развитии материализма, потому что материализм помогал ей освоить естествознание и тем самым двигать вперед развитие производительных сил. Буржуазия на тот период времени была заинтересована в лозунгах демократии, да, она боролась с религиозным мировоззрением, то есть, в принципе, если мы берем вот 17-18 век, буржуазия, она выступала таким достаточно прогрессивным для своего времени классом. Но в 19 веке, когда вот, казалось бы, то, к чему шла буржуазия, было уже реализовано, да, все, Великая Французская Революция в значительном ряде стран, вот эти, ну, понятно, не во всех странах там еще оставалась, там и Россия, и Германия тогда тоже полуфеодальная, но, тем не менее, да, вот это движение в развитии капитализма, оно вот именно чисто классовые, да, экономические противоречия, оно обнажило. То есть, уже не было вот этих вот сословных каких-то, так скажем, ширм, уже классовые противоречия, они выступили в чистом виде. И здесь, конечно, выступил, как было правильно сказано, пролетариат. Пролетариат выступил не просто как вот класс в таком чисто политэкономическом ключе, но он выступил и как политическая сила, то есть, он уже заявлял о себе, да, выдвигал требования, вот забастовки вовсю уже происходили, да, причем в самом, ну, в разных странах. И пролетариат уже объективно, то есть, всем ходом своего развития, всем ходом развития производительных сил, он нуждался в том, чтобы оформить свои взгляды в целостную, притом научную, да, теорию. И в этом смысле, вот, марксизм, да, возник именно на этой почве. Вообще, надо сказать, что любая философская школа, любое политическое, философское, там, социологическое, какое угодно течение, оно не возникает просто из головы. То есть, если мы посмотрим, вот, историю философской мысли, то любая философская школа возникает именно тогда, когда, ну, что ли, логика развития производительных сил и производственных отношений подталкивает к этому. Да, тот же самый, там, например, Платон с Аристотелем в свое время, они были порождением рабовладельческого общества, порождением его противоречия, этого рабовладельческого общества. Да, ну, в то же время, они были и порождением дальнейшего развития хозяйства, да, когда уже, в общем-то, каких-то мифологических, вот, каких-то отрывочных суждений было недостаточно, да, общество нуждалось в какой-то, ну, целостной, в целостному объяснению происходящего. Собственно, вот и возникла система Аристотеля, да, ну, а до этого там возникли другие философские школы, да, вообще переход к философии, как к новой форме мировоззрения. Также и марксизм, то есть он возник именно тогда, когда возникла та социальная сила, которая была заинтересована в изложении своих классовых интересов. Это социальная сила пролетариата, возникла она, как было совершенно верно здесь вот замечено в комментариях, благодаря развитию промышленности, благодаря развитию производительных сил общества. Вот, и Маркс и Энгельс, вот в чем их заслуга? В том, что они предельно точно и целостно, главное, да, выразили интересы вот этого самого рабочего класса. Вот, если определять марксизм, ну, я вот такое марксизма выписал, сам их сформулировал, да, и сам их выписал, что вот такое длинное, если определение, да, что марксизм – это целостная система философских, политэкономических и политических взглядов, раскрывающих объективные закономерности развития природы, общества и мышления, направленных на революционное завоевание власти пролетариатам и построение бесклассового общества. Ну, а если проще говорить, то марксизм – это теория и практика революционной борьбы рабочего класса за свое социальное освобождение. Подчеркиваю, теория и практика. Об этом мы еще сегодня поговорим, да, что марксизм невозможно отрывать, да, вот теорию от практики, или даже невозможно отрывать разные части марксизма друг от друга. Это все взаимосвязанная система. Почему я вот специально подчеркиваю, что это целостная система. Ну, а в чем, собственно, целостность марксизма? Вот есть такая работа, я ее вам обязательно задам сегодня прочитать, но она будет в списке литературы. Наверное, первая самая будет работа очень маленькая, работа Ленина – «Три источника и три составные части марксизма». Собственно, в чем эти три источника и три составные части марксизма заключаются? Я думаю, большинство здесь людей, которые так или иначе изучали марксизм в курсе, и в курсе, что источниками марксизма, да, такими, ну, мировоззренческими являются немецкая классическая философия. В первую очередь, это философия Гегеля и Фейербаха. Это английская политэкономия, Смит Рикардо. И это вот уже упомянутый мною утопический социализм, да, Оуэнсен, Симон Фурье. И что здесь важно, вот опять же, в чем даже здесь заслуга марксизма? В том, что марксизм явился одновременно отрицанием предшествующих учений, но таким отрицанием, которое мы называем диалектическим. То есть отрицанием с удержанием всего прогрессивного в них и с развитием этого прогрессивного. Вот что достаточно важно понимать. Ну, возьмем философию, да, вот первая составная часть марксизма, основа, собственно, мировоззрения, философия марксизма. А есть, вот была немецкая классическая философия. В первую очередь, вот на марксизм оказало внимание влияние философия Гегеля в виде диалектики. Да, Гегель, он в своей работе наукологики сформулировал основные диалектические законы и основные диалектические категории. Да, вот то, что мы будем с вами в дальнейшем изучать, но мы будем уже материалистическую диалектику изучать. А вообще первоначально вот эту диалектику сформулировал в работе наукологики Гегель. Но у Гегеля в чем была проблема? То есть у него диалектика, она, он все правильно, все развитие, он подчеркил, что все развивается. Развитие идет через борьбу противоположностей, да, через взаимопроникновение этих противоположностей там и так далее. Но у Гегеля развивалась прежде всего идея, то есть абсолютная идея. То есть у Гегеля вот сама мысль заключалась в чем, что предметом этого развития является абсолютная идея. И тут мы приходим к противоречию. Какому противоречию? А противоречие основной гегелевской системы заключается в том, что вот с одной стороны у Гегеля все постоянно развивается, диалектика, борьба противоположностей и так далее. Но с другой стороны, поскольку он был как бы пленником вот идеалистической философии, то в его модели есть некий предел. То есть он считал, что вот эта абсолютная идея, она проходит разные этапы своего развития и в итоге как бы возвращается сама к себе в форме самопознания и в форме философии самого Гегеля. То есть вроде бы здесь мы имеем некий предел развития. И кстати вот это вот противоречие выявилось в социальной философии Гегеля, потому что он считал как бы неким завершенным идеалом прусское государство. То есть здесь с одной стороны теория развития, с одной стороны идеализа, а с другой стороны вот этот идеализм, он эту самую диалектику, так скажем, уже притуплял. Да, и опровергал. И Маркс в данном случае вот Гегелевскую диалектику поставили на рельсы материализма. То есть с позиции Маркса и Энгельса не просто все развивается через борьбу противоположностей, а развивается именно объективно существующая материальная действительность. Это вот очень важный момент. А материя, она неисчерпаема. Материя, она вечная, бесконечная, никем не создана. А с другой стороны был материализм. Вот был фейербаковский материализм, был материализм еще более ранних философов. Возьмем материалистов 18 века, вот уже упомянутых мною, да, Гальбах, Гельвеции, Дидролы, Метрии и так далее. Так вот, но тот материализм, он был как раз-таки метафизический. То есть он развитие-то само, ну как изменения какие-то признавать, признавал, но понимал вот само развитие не как борьбу противоположностей, а как именно, вот я бы сказал, просто какое-то перемещение в пространстве, да, механическое, вот отсюда, почему механический материализм, метафизический. То есть этот материализм признавал только механическое движение материи, что в принципе было вполне логичным и закономерным. Почему? Потому что на тот момент времени, ну действительно, наука, она еще не особо продвинулась вперед в изучении других форм движения материи. Вот, то есть это тоже мы должны как бы понимать, что это не потому, что они были глупые, да, а потом Маркс и Энгельс оказались умнее, да, а потому что философы любые, они были ограничены своим временем. И в чем заслуга вот философии именно Маркса и Энгельса? Первое, это то, что они соединили диалектику и материализм, то есть основной вопрос философии решался материалистично, то есть первичная материя, а сознание это уже вторичное, и сознание это лишь свойство высокоорганизованной материи. Это первый момент. Ну, более подробно мы это еще рассмотрим, будет у нас специальное занятие по основному вопросу философии. Но это первый момент, который важно понять, да, то есть основной вопрос философии... Так, что-то там у нас какие-то проблемы с подключением, но вроде пока я вот смотрю в настройках... Ну, ладно, я тогда буду продолжать, вот, если что, вы можете сигналить, я могу сделать перерыв, если какие-то массовые будут проблемы с подключением, потому что я вот смотрю здесь... Ну, нужно перерыв делать, или меня слышно, можно продолжать дальше. Вы мне просигнальте, чтобы... А, все слышно. Ладно, я тогда продолжаю, все, тогда не отвлекаюсь. Так вот, первое, да, соединение материализма, то есть материалистической теории, согласно которой первичным является материя, понятая как объективная реальность, данная нам в ощущениях, да, отображаемая нашими органами чувств, и существующая независимо от нас. Это ленинское определение материи, тоже мы его еще подробнее рассмотрим с вами, но это первично, да, сознание же в марксизме рассматривается как свойство высокоорганизованной материи, причем хочу подчеркнуть, да, не просто там что-то, как что-то отдельное, да, а именно свойство высокоорганизованной материи, то есть сознание тоже, в общем-то, нельзя от материи отрывать. Но, с другой стороны, материализм Маркса Энгельса, в отличие там от метафизического материализма XVIII века или от созерцательного материализма Фейербаха, это материализм диалектический, то есть с точки зрения Маркса и Энгельса материя находится в непрерывном развитии, в разных своих формах, развитие осуществляется через борьбу противоположностей, и вот эта борьба противоположностей ведет к возникновению нового качества развития материи. Ну и третье, конечно, что крайне важно, это распространение положений диалектического материализма на историю развития общества, на изучение общественных процессов. Вот этого до Маркса и Энгельса не сделал никто, по большому счету, то есть все философы, даже материалисты, которые были до этого, они были идеалистами в области общественных отношений. Ну, об этом, кстати, у Плеиханова довольно неплохо есть работа о монистическом взгляде на историю, да, очерки развития материализма, где он как раз анализирует материализм 18 века и показывает вот его ограниченности именно в том, что этот материализм все равно оставался идеализмом, как только речь заходила об исторических процессах, потому что видел этот материализм основу изменений в политических, правовых, идеологических и так далее изменениях. А Маркс и Энгельс, они считали, что в основе изменений в обществе лежит способ производства, да, то есть развитие производительных сил и производственных отношений. Соответственно, с этим надо все общественные процессы и рассматривать с точки зрения развития прежде всего производственных отношений, да, прежде всего способа производства. И только лишь поняв способ производства, мы можем как раз понять и надстроечные различные формы, там, право, политику, там, религию и так далее. Вот. Это что касается философии. Что касается политической экономии, то здесь основная, конечно, заслуга Маркса – это учение прибавочной стоимости. Да, то есть мы, ну, тут углубляться долго я не буду, потому что на самом деле вопрос-то очень длительный, да, но вот идея как раз основная Маркса в чем заключается? Что, да, капиталистическое производство, оно товарное. То есть вообще основа капиталистического производства – это тотально распространенное на все сферы, по сути дела, общественной жизни товарное производство. И именно при капитализме товаром становится рабочая сила. Поскольку рабочая сила – это такой особый товар, который может произвести стоимости больше, чем стоимость, собственно, самой рабочей силы, то вот эта вот разница, да, она уходит как бы в прибавочную стоимость, которую присваивает безвозмездно капиталист. И отсюда вот как раз та тайна эксплуатации. Потому что если бы рабочему полностью оплачивали его рабочую силу, если бы не было вот этого, вот этого неоплаченного, да, труда, то капиталист бы, он оставался бы, по сути дела, без прибыли. А так вот откуда прибыль берется? Кстати, это интересный вопрос, да, который Константин Семин в дискуссии с Вата Админом задавал ему, и Вата Админ, хоть он там и кандидат экономических наук, но он поплыл основательно, потому что на вопрос, откуда берется прибыль, он там начал что-то болтать про смекалку капиталиста, хотя понятное дело, что вот мы можем с вами сейчас сидеть и смекать сколько угодно, да, но чтобы у нас была прибыль, ее должен кто-то заработать, ее должен кто-то произвести, да, поэтому прибыль, конечно, берется из труда, и именно из неоплаченного труда, поскольку рабочая сила, да, повторюсь, особый товар, который в состоянии произвести стоимости больше, чем стоимость, собственно, этой самой рабочей силы, то капиталист, он, в общем-то, присваивает вот эту вот часть неоплаченного труда пролетария. И вот этот момент Маркс очень точно указал в своей политэкономии. Собственно, учение о прибавочной стоимости – это его основа. Ну и третье – это социализм, социализм, значит, социализм, учение о социализме, там можно называть политической теорией, в советское время это называлось научным коммунизмом, да, то есть это уже непосредственно политическая теория об освобождении рабочего класса, сюда входит учение о классовой борьбе, о государстве, собственно, о социализме и коммунизме, поскольку некоторые основные моменты уже, в общем, Маркс, Энгельс и тем более Ленин и Сталин, они углубляли, да, и вот это вот, но, опять же, почему научный социализм? Потому что именно в учении о социализме Маркс и Энгельс, они не просто фантазировали, вот опять же, чем отличие? Так, что-то тут, ага, значит, не просто фантазировали учения о коммунизме и социализме, как это делали мыслители прошлого, там, скажем, тот же Сан-Симон, Фурье, там, Оуэн даже пытался общины построить вот в рамках капитализма, вот построить какое-то вот предприятие на началах коммунизма, ну, у него это, понятное дело, не вышло, да, там, более древних мы возьмем, там, Томас Мора Кампанелла, они тоже как бы фантазировали о будущем обществе, но в отличие от тех, кто просто строил прожекты, Маркс и Энгельс, они не просто фантазировали, они дали научный прогноз на основе изучения противоречий капитализма раз, то есть они коммунизм выводили как разрешение противоречий капиталистического общества, это первое. Второе, они нашли тот класс, да, ту материальную силу уже в обществе капиталистическом, которая объективно, не просто потому, что там вот такая вот хорошая эта сила, да, вот понравились Марксу рабочие, вот как они в спецовках там ходят, да, такие бедные, нищие, нет, а потому что пролетариат, он объективно более других классов был заинтересован в переходе к социализму и коммунизму, а почему он был объективно более других заинтересован, ведь вот было крестьянство, например, да, которое тоже жило бедно, вот, а почему именно рабочий класс, там, ну, пролетариат, да, ну, в то время это, в общем, были синонимы практически, почему именно пролетариат Маркс выбрал вот таким передовым классом. Вот кто-нибудь может попробовать ответить? так, может быть, кто-то тут я смотрю много по техническим моментам, ага, вот как вы думаете, почему именно вот вопрос к аудитории, почему именно пролетариат, образование выше, ну, а у интеллигенции еще выше уровень образования был, ее, правда, мало было, но все равно, и, кстати, многие писали, вот те же утописты-социалисты, они писали как раз наверх, они видели больше свободного времени, так, ну, пролетариев-то вряд ли больше свободного времени появилось, у них там, если 19 век, мы возьмем там, так, массовость, да, крестьянство было по-массовее в то время, ну, во всяком случае, во многих странах. Так, вот уже, вот уже идет ближе, значит, непосредственно капиталистически эксплуатировался, вот пролетариат для производства приходилось объединить, ну, сейчас еще послушаем немножко, и сплочен в силу специфики работы, более организованы, вот, вот уже вы же, ну, и самое главное, вот вы правильно, вот сейчас уже мы коллективными усилиями, так, производил товары, был, это да, а вот, ну, вы все написали по поводу, вот, организован, вот, в силу условий труда, да, верно, а вот, ну, один главный момент, вот, наконец-то, не был собственником, то есть, ну, коллективными усилиями мы дали правильный ответ, значит, здесь в чем дело, значит, пролетарий, в отличие от крестьянства того же самого, который тоже небогато жил, да, он, во-первых, был лишен собственности на средства производства, крестьянин, извините меня, это хоть и труженик, но он мелкий собственник, а мелкий собственник, он, вот, такая специфика, что вот, это мы и сегодня, кстати, можем наблюдать на примере, вот, малого бизнеса того же самого, да, или самозанятых, что это люди, которые, они трудятся, да, с одной стороны, и как труженики, они все более-более пролетаризуются и, как бы, склоняются к пролетариату, но с другой стороны, они мелкие собственники, а мелкий собственник, он всегда, хоть подспудно, хоть как, но мечтает разбогатеть, он всегда мечтает выбиться в люди, вот, двойственность, она, конечно, мелкую буржуазию, да, крестьянство, это был мелкобуржуазный, в общем-то, класс, мелкую буржуазию толкает то в одну сторону, то в другую, почему вот это класс такой шарахающийся, да, то есть мелкая буржуазия, она может при известных условиях пойти за пролетаризм, как это было у нас в октябре 17-го года, но при известных условиях она может пойти за буржуазией, как это было, например, в Германии в 1933 году, как вот ударные, вот, как раз, вот эти батальоны фашизма, да, нацизма, как раз были, вот, из мелкобуржуазных слоев, вот, а рабочий класс, да, или пролетариат, он, во-первых, был лишен собственности на средства производства, а во-вторых, в силу своего, вот, своих условий труда, он был организован коллективно и лучше других классов общества был способен подняться на коллективные формы классовой борьбы. Ну и третий, это, конечно, все-таки пролетарий, он был в городе, да, действительно, уровень, если брать образованность именно неимущих классов, то пролетариат действительно, да, в силу того, что он имел доступ к передовым на тот момент технологиям, он жил в городе, да, он из неимущих классов был, да, пожалуй, наиболее образованным, если брать именно вот неимущие классы. Вот эти вот моменты, они обусловили, что пролетариат объективно в силу своего положения класса, лишенного собственности на средства производства, был, во-первых, заинтересован в том, чтобы не было классов вообще, то есть ему нечего было терять в пролетарской революции, да, в то же время, как раз именно пролетарии и более других были заинтересованы в бесклассовом обществе, а во-вторых, в силу своего, значит, организационного положения на производстве, пролетарии легче, чем другие, могли объединяться и бороться вот в таких коллективных формах классовой борьбы. И именно поэтому Маркс и указал, что вот, собственно, вот этот класс должен победить и этот класс должен установить свою диктатуру, да, то есть диктатуру пролетариата. И в этом смысле я вот даже специально вот зачитаю, да, высказывания Маркса. Почему? Потому что очень часто у нас отрывают, дескать, диктатура пролетариата – это Ленин, да, это Ленин, а вот Маркс, он так диктатуру пролетариата и не считал особенно какой-то вот важной вещью. Но я, тем не менее, да, вот зачитаю, что Маркс еще в 1852 году в своем письме к Вейдемейру писал, вот прямая речь, что касается меня, это цитата известная, но я ее специально повторю, чтобы вот это как бы точно в голове осело, что касается меня, то мне не принадлежит не та заслуга, что я открыл существование классов в современном обществе, не та заслуга, что я открыл их борьбу между собой. Буржуазные историки задолго до меня изложили историческое развитие этой борьбы классов, а буржуазные экономисты – экономическую анатомию классов. То есть вот классы, классовая борьба – это еще до Маркса, это еще не марксизм. То есть если мы признаем просто классы и классовую борьбу, мы еще стоим на позициях передовых буржуазных историков начала XIX века, которые, изучая Великую Французскую революцию, там вот Гюзот, Ери, вот они как раз писали на эту тему. Но что вот дальше уже начинается марксизм? Значит, то, что я сделал нового, состояло в доказательстве следующего. Первое, что существование классов связано лишь с определенными историческими фазами развития производства. То есть первое, Маркс видел существование классов как преходящее явление. Это вот как раз применение, кстати говоря, вот той самой диалектики к исследованию общества. То есть классовое общество – это временное общество. Это не вечно. Буржуазные историки, как мы знаем, они и раньше, и сегодня стараются изобразить вот это вот самое буржуазное общество как вечно существующее, дескать, вот только классы. А как без классов? Всегда же должен кто-то быть вверху, кто-то внизу, как часто говорят. Вот Маркс говорил, нет, это приходящее. Второе, что классовая борьба необходимо ведет к диктатуре пролетариата. То есть второй момент, да. Когда Маркс перечислял свои заслуги, он в числе прочего назвал диктатуру пролетариата. Ну и третье, что эта диктатура сама составляет лишь переход к уничтожению всяких классов и обществу без классов. То есть вот признание классов и классовой борьбы – это еще не марксизм, повторюсь. А марксизм – это когда мы, признавая классы и классовую борьбу, доводим эту борьбу до сначала диктатуры пролетариата, а затем уже сама эта диктатура пролетариата является инструментом для построения бесклассового коммунистического общества. Поэтому, когда у нас говорят, особенно сегодня есть такие, что, дескать, вот мы за марксизм, да, мы за социализм, но такой какой-то вот пушистенький, домашний, без диктатуры пролетариата, без патрицей, нет, не марксизм, это увод в сторону. Да, когда, например, у нас говорят, что вот мы за социализм, а коммунизм – это уже утопия, это не скоро, это тоже увод в сторону, это не марксизм. И неспроста Владимир Ильич Ленин, он говорил, что, в общем-то, учение о диктатуре пролетариата – это главное в марксизме. И действительно, и все ревизионисты, на самом деле, на всех этапах развития, они как раз вот по этому учению наносили свои основные удары. Вот, это очень важно тоже понимать. То есть, ни по прибавочной стоимости, ни по даже диалектике, ни по материализму, это даже они готовы признать. Вот надо сказать, да, вот такие общие философские вещи, они часто готовы признать. А вот диктатура пролетариата, вот здесь вот, это такой оселок, на котором, в общем-то, можно сдавать тест на ревизионизм или на марксизм. Вот, в зависимости от признания или не признания диктуры пролетариата. Вот, а у нас сегодня, я хочу даже подчеркнуть, да, есть такие деятели, которые вообще стараются вот как-то замазать, да, дескать, вот есть маркс-ученый, а маркс-политика, тот уже другое, это мы трогать не будем. Да, но на самом деле, это, конечно, совершенно не то, что нужно. Ладно, двигаемся дальше. Вот мы с вами уже поняли, да, три составные части, три источника, три составные части марксизма мы в общих чертах с вами рассмотрели. Более подробно философию марксизма вот в рамках следующих занятий обязательно посмотрим. Ну, основные этапы развития марксизма, да, можно выделить ранний этап, на раннем этапе Маркс и Энгельс, там, это 40-е еще годы 19 века занимались в большей степени вопросами, вот, как раз философскими. Ну, они еще сами выходили из философии Гегеля, да, Фейербаха, но тогда тоже, надо сказать, очень интересные были у них материалы, в частности, рукописи в 1844 года, как раз вот экономические и философские рукописи, где подняты такие проблемы, как отчуждение, да, в частности. Вот, интересные достаточно вот работы, как немецкая идеология, да, ну и, конечно, вот уже манифест коммунистической партии, это можно сказать такое вот становление марксизма окончательно, да, когда были изложены их взгляды целостно. И вот уже после того момента можно говорить о зрелом этапе, да, собственно, это экономические вопросы стоят в центр поля зрения Маркса, да, Маркс вот пишет свой труд «Капитал», да, а параллельно Энгельс занимается, вот, в большей степени Энгельс этими вопросами занимался как раз вот в плане таком вот философские вопросы, политические и так далее. Конечно, нельзя выбрасывать ленинские и сталинские этапы в развитии марксизма. Ну, если очень кратко, на эту тему, кстати, если будет желание, я могу отдельные лекции посвятить, вот, ленинский этап и сталинский этап в развитии марксизма, то есть, если вот востребованность этой темы есть, можно отдельно посвятить. Здесь скажу кратко, что основные, основной вклад Ленина, это, конечно, в первую очередь борьба с оппортунизмом, да, потому что мы должны помнить, что между Энгельсом, да, и Марксом с одной стороны и Ленином с другой лежит полоса господства второго интернационала. Таких идеологов, там, как Каутский, да, в России это был Плеханов, которые неплохо разъясняли какие-то базовые моменты, да, марксизма, и их работы тоже стоит изучать. Но, тем не менее, тем не менее, к сожалению, они, вот, как дело дошло до практики, до революционной практики, они, в общем-то, были на другой стороне баррикад, фактически, и Ленин, вот, борьба с этим оппортунизмом, это одна из заслуг Ленина, да, защита основ идеологического материализма тоже. Но, если брать вот то новое, что внес Ленин, да, то новое, в первую очередь, это, конечно, теория империализма, хотя, ну, на эту тему была работа, да, финансовый капитал Геффердинга, но, тем не менее, Ленин эту теорию изложил в таком, опять же, да, в системном виде и сделал выводы, самое главное, революционные из нее, да, то есть теория империализма, согласно которой капитализм перешел на новый этап своего развития, да, монополистический этап. Да, и отсюда вывод у Ленина, кстати, вот, насчет практики, да, что революция может произойти не обязательно в наиболее развитой стране, а что в силу закона неравномерного развития стран с разным уровнем развития, отсталая страна может быстро и догнать передовую страну. Ну, примером являлась, да, Германия, которая вроде была отсталая, но достаточно быстро догнала там Англию и Францию, собственно, и Первая мировая война откуда возникла, да, это вот передел, собственно, да, немецкий империализм, германский империализм пытался потеснить англо-французский империализм, вот, ну и там еще вот российский империализм тоже пытался там проливы отвоевать и влияние на Балканах. Вот, то есть, страна может быстро догнать более развитую, с одной стороны, да, с другой стороны, вот, сама революция, сама революция, она не обязательно должна произойти в самой развитой стране. Вывод Ленина о чем? Что революция должна произойти там, где противоречия капитализма, где противоречия империализма наиболее остро обостренены, вот, то есть, где они наиболее остро встали перед обществом. Там и происходит революция. Это очень важный момент, потому что отсюда вывод, что и в отсталой стране тоже может возникнуть революция, да, и даже первоначально она может возникнуть в отдельно взятой стране революция, да, то есть, вот, тут такая вот логика революции. Вот, ну, конечно, это углубление учения о диктатуре пролетариата, потому что Маркс и Энгельс не знали, например, еще такой формы, как Советы, а Ленин, он подробно разработал именно советскую форму диктатуры пролетариата. Вот, ну и, конечно, значит, что немаловажно, это учение о партии авангардного типа, да, работа его, что делать. То есть, Ленин, он не просто говорил о том, что Советы, а он говорил именно о том, что должен быть у пролетариата авангард, а именно пролетарская партия. И без вот этого авангарда пролетариат к власти никогда не придет. Потому что были еще эти те, вот, в гражданскую войну эсеры, да, например, у них лозунг был какой там, Советы без большевиков. Вот, был же лозунг, был, но это уже тоже не марксизм, а вот у Ленина и именно вот авангардная партия. Вот, ну, если говорить о сталинском этапе, то здесь, опять же, да, это защита марксизма от правых, там, и левых уклонов. Концепция мировой революции через социализм в отдельно взятой стране, да, я подчеркиваю специально, что Сталин никогда не уходил от идеи мировой революции, но он считал, что первоначально, как бы, что сам процесс мировой революции должен происходить через усиление сперва отдельно взятого социалистического государства, ну, что, собственно, на практике и было. Да, положение о обострении классовой борьбы при социализме, ну, и много Сталин развил вопросов политэкономии марксизма, но это, опять же, на отдельную лекцию потянет. Здесь я просто отсылаю вас к его очень интересной работе «Экономические проблемы социализма в СССР». По большому счету, Сталин явился основоположником, я думаю, это будет не громко сказано, а вполне объективно, Сталин явился основоположником политэкономии социализма, потому что до Сталина, в принципе, этим вопросом в практическом плане никто не занимался, ну, по объективным причинам. Да, Маркс, Энгис, Ленин, они могли говорить какие-то общие вещи, вот, а Сталин, он, в общем, разработал, и известна его, вот, ведь эта работа, это ответ на дискуссию, которая была в 1951 году по учебнику. И учебник политэкономии 1954 года, он писался под непосредственным руководством и участием Сталина, да, то есть отдельные положения там Сталин конкретно совершенно вносил. Вот, значит, ну, еще один момент я такой скажу, мы уже сейчас работаем с вами много, но, значит, по поводу вопросов я на все вопросы отвечу. Сначала такая основная часть, да, ну, как я сказал, да, вот, час, час с небольшим. Ну, вот, у меня еще как раз два вопроса осталось, которые я хотел бы осветить, и будем уже переходить, наверное, к интерактивной части. Значит, ну, первый момент, вот, что, на чем я хотел бы еще остановиться. Мне кажется, это очень важно в свете сегодняшнего дня, потому что сегодня у нас очень много, как я уже говорил, развелось марксистов, которые, понимаете ли, вот такие марксисты, пока надо капитал студировать, да, вот как что-то сделать, они уже не марксисты. То у них какие-то, значит, рабочие неправильные, вот, есть группка такая, прорыв, например, да, у них рабочий класс еще ни к чему не готов, и поэтому, собственно, ну, поэтому, собственно, и нечего с ним работать. Надо сидеть, заниматься теорией. Есть много, вот, в последнее время появилось кружков, и среди кружков тоже заметно такое раздвоение, то есть, часть кружков, они тяготеют, но все-таки понимают, что надо заниматься и практической работой, да, и вот, ну, оттуда вот создаются организации, там, типа Союза марксистов. А, ну, вопрос целесообразности создания отдельной организации политической, на мой взгляд, спорный, да, но сам факт, что люди, вот, от чисто такой кружковой работы уже занимаются какой-то практической работой, это позитивно, безусловно, да, вот, а некоторые, вот, например, есть такая группа, очень толковые статьи выпускают, да, но кружок Энгельса. У них, вот, тенденция, наоборот, вот, быть более в теории, вот, да еще иногда говорят, что, на самом деле, теория, главная практика, это и есть теория. Но здесь, на чем я хотел бы заострить внимание. Маркс справедливо совершенно в своем 11-м тезисе о Фейербахе говорил, что философы не только должны мир объяснять, но они должны мир еще и изменять. И сегодня многие, считающие себя мартистами, они, к сожалению, не следуют этому пункту. А между тем, если мы говорим, и вот здесь я хочу особо подчеркнуть, да, если мы говорим о диалектическом материализме, то есть о системе мировоззрения, согласно которой все находится в непрерывном изменении, борьба противоположности лежит в основе всего, да, эта борьба ведет к новому качеству, то, безусловно, когда мы распространяем это на общество, мы волей-неволей, как бы кому ни хотелось, мы приходим к тому, что в обществе любые изменения, будь то переход к новой формации или даже какая-то прогрессивная реформа, это всегда результат классовой борьбы. Классовую борьбу, как известно, ведет сам класс и его авангард. И в этом смысле быть, ну, таким аполитичным марксистом просто невозможно, даже с точки зрения теории марксизма. Я вот подчеркну, вот я, собственно, сам пришел, когда в коммунистическое движение, уже, там, больше 10 лет назад, я, собственно, пришел именно от теории, да, то есть есть люди, которые пришли от того, что кушать нечего, ну, я пришел от того, что книжек начитался. Ну, вот я помню прекрасно свое тогдашнее ощущение, да, вот мне было лет 18, там, на тот момент, что я понимаю, что я не могу быть полноценным марксистом, если я буду просто, там, где-то выступать на конференциях, писать статьи и не буду доводить этого до практической работы. То есть это очень важный момент. То есть теория, она без практики, как говорится, мертва, потому что она не будет сама по себе развиваться. То есть я специально акцентирую внимание не просто на том, что, значит, если человек заявляет, что он марксист, но не действует, то он вроде не борется за эти идеи, это понятно. Но он и как теоретик страдает, да. То есть такой теоретик рано или поздно будет все больше и больше отрываться от жизни и все больше и больше уходить во всякий ревизионистский уклон. Да, ну, примерами можно вспомнить того же Каусского, Плеханова и прочих. А с другой стороны, практика без теорий тоже будет слепой. То есть мы сегодня знаем, что есть вот такие, например, ну, левый фронт возьмем. Что там это самое, будем называть вещи своими именами. Левый фронт. Ну вот пойдем, там выйдем на улицу, да, помахаем флагами, поддержим там Грудинина, потом поддержим там еще кого-то, да, там Платошкина, не знаю, там кого угодно, да. Выйдем на протест, вот массовые акции протеста, это вот все хорошо. Но для чего? Куда? Какая повестка? Что мы хотим из этого выжить? Да, вот без теории, без теории мы на эти вопросы, конечно же, никакого ответа не дадим. Поэтому, поэтому марксизм, безусловно, это не просто теория, а это единство, во-первых, всех составных частей теории. То есть нельзя быть, опять же, да, нельзя быть диалектическим материалистом и отрицать революцию. То есть это, ну, просто невозможно. То есть если ты стоишь на позициях того, что миром движет постоянное развитие через борьбу противоположностей, да, ты не можешь, вот, исповедуя эту позицию, отрицать революцию. То есть это уже противоречие. А с другой стороны, марксизм – это единство теории и практики. И вот, кстати, многие сегодняшние, ну, такие, я бы сказал, катедер-социалисты, да, современные, они же ведь неспроста очень любят как раз практику марксизма убирать. То есть они даже готовы провести конференцию по марксизму, готовы там издать книжки. Вот, в частности, когда было 200-летие Маркса, много проводили даже интересных, да, научных мероприятий о марксизме. Даже ректор МГУ Садовничий, он даже сказал, что нельзя быть образованным человеком, не изучая марксизм. Да, вот тут вроде все, единоросс, Садовничий, на секундочку. Вот. Но, тем не менее, если вот почитать потом материалы этих конференций, то там очень четко видно, как, да, копаются в политэкономии, копаются в философии, но как стараются вот затушить именно классовое, да, затушить именно учение о диктатуре пролетариата, учение о прибавочной стоимости. Вот я специально цитату выписал, значит, это из книжки «Социально-экономическая теория Карла Маркса. Реактуализация политэкономического наследия. 200-летие со дня рождения Маркса». Значит, под редакцией Бордунова и Бузгалина. Вот. Это вот в 2018 году вышла книга, сборник докладов. И вот Бордунова, вот это, значит, президент Вольного экономического общества России, да, директор Института нового индустриального развития имени ВИТА. И вот этот вот Бордунов во вступительной статье к материалам вот этого политэкономического сборника пишет, значит, пишет, главное, что ценно для нас в наследии Маркса сейчас, не теория прибавочной стоимости и не трудовая теория стоимости, нам гораздо интереснее сбывающиеся именно сейчас прогнозы Маркса о долговременных тенденциях развития материального производства. Ну и там дальше идет тема, что вот очень любят вот такого типа ученые ссылаться на цитату из третьего тома «Капитала», где Маркс говорит, что именно за пределами материального производства начинается свободная деятельность. Ну вот я сейчас немножко это, может быть, вольно цитирую, ну, цитату эту можно найти. Но Маркс-то говорил о чем? Он же говорил о том, что речь идет о смене формации, речь шла о новой формации, что не автоматически это все придет. А у этих-то получается как? Что вот у нас все больше и больше автоматизации, и вроде там то, о чем говорил Маркс, да, вот эта свободная деятельность, она вот сама собой падает с неба. Но на самом-то деле это не так. Вот. А подобные вот изыски, да, теоретики нацелены на то, чтобы затушить как раз фактическую революционную составляющую марксизма. И я не побоюсь этого грубого слова, да, кастрировать фактически марксизм, да, оставив там какие-то общие там положения в философии, общие положения политэкономии, да, какие-то общие рассуждения там о свободном времени, но при этом вот только-только не доводите это все до практики, до диктатуры пролетариата. А между тем это, конечно, ну, из точки зрения теории, это по сути теоретизаторство, да, и с точки зрения практики эту вот в сторону. И, конечно, это не марксизм. Я бы вообще бы разделял, да, вот есть люди-марксоведы, которые там изучают тексты, изучают цитаты, а есть марксисты, это именно те, кто уже вступил на путь классовой и политической борьбы. И здесь еще один момент. Это особенность марксизма, его партийность. Причем партийность в двух смыслах. Первый смысл, это еще Ленин освещал в своей работе материализм и империокритицизм, где он там писал, что в философии есть две партии. Партия материалистов и партия идеалистов. И между струйками здесь проскочить не получится. То есть ты должен быть или... И даже если ты пытаешься подняться над этими противоречиями, да, все равно ты попадаешь или туда и туда в конечном счете, да, или ты идеалист, или ты материалист. Вот, поэтому вот особенность марксистской философии, если говорить, да, это ее вот такая материалистическая партийность. То есть это последовательный воинствующий диалектический материализм. Но еще есть и второй момент, да, второй смысл понятия партийности. Это партийность в том смысле, что и Маркс, и Энгелес, и тем более Ленин, и все вот, в общем, подлинные марксисты, они всегда были связаны с политическими организациями рабочего класса. То есть они всегда были членами либо каких-то партий, да, либо там каких-то организаций, да, ну там тоже самое товарищество рабочих, там и так далее. То есть они всегда были в гуще политических событий. Если мы посмотрим там того же Маркса, да, работы, у него, да, капитал это его как бы основное детище, но помимо капитала у него очень много работ, описывающих именно революционные события того времени. Да, это классовая борьба во Франции 1848 года, гражданская война во Франции 1871 года, где дан прекрасный анализ Парижской коммуны, да, там есть там посвящено Германии немало вопросов, в России и так далее. То есть марксист, он не может быть аполитичным, он не может стоять в стороне от классовой борьбы. Марксизм это глубоко партийная теория, партийная, причем вот я говорю и в широком смысле партийная, в смысле того, что это самый последовательный материализм, и в узком смысле партийная, потому что нельзя быть вне партии, вне организации, вне борьбы и считать себя марксистом. Если человек там изучает марксизм, все понимает, но не борется, это еще пока марксовет, это пока еще не марксист. Вот. Ну и самое последнее, что я сегодня, наверное, скажу, и я бы даже вам задал вопрос, а потом буду уже отвечать на вопросы, которые вот здесь скапливаются. Я вижу чатик, все, в общем, вижу, поэтому отвечу, все нормально. Значит, вопрос такой, а вот как вы считаете, кто попробует мне ответить, для чего нам надо изучать марксизм? Ну, действительно, ведь у нас вот есть движение, там целый вот того же Платошкина возьмем, там, да, того же Удальцова, там, вывели людей под красными флагами, да, за новый социализм, там, за какой-то, и вот, и пожалуйста, и боремся, вот. Ну, там, кто наш враг, примерно понятно, да, там, олигархи, кто наш друг, там, все трудящиеся. Зачем нам марксизм изучать, зачем вот в этих теориях копаться? Кто-нибудь может мне ответить на этот вопрос? Сейчас подождем. Ну, преобразовывать, вот, можно просто выйти там на митинг и преобразовывать. Или, например, изучить трудовой кодекс, консультировать рабочих. Это, кстати, если вы к рабочему, к простому подойдете, это будет даже актуальней, чем знание марксизма. Вот, и вы консультируете рабочего или целые коллективы трудовые. А марксизм-то зачем? Так, без четкого понимания. Так, для ревизии собственного мировоззрения. Так, без теории нам смерть надо изучать, что-то не сойти. Так, не собрать. Ага, не придем, топтание на месте. Так, сейчас еще почитаем нынешние собственные. Так, сейчас. Для осознания классовых противоречий и научного обоснования борьбы. Ну, в принципе, так, это понимание есть. Понимание есть. Для ясного сознания общественного движения. Для осознания класса. Ага. Понимание, в общем и целом, имеется у нас. Так, насчет классовой борьбы. Для ясного осознания. Ну, сейчас еще парочку прочитаю и тогда обобщим. Хороший ответ, чтобы верно анализировать действительность и понимать, что и как нужно делать. Это вот, кстати говоря, такая достаточно верная позиция. Так, ну, я думаю, будем тогда как бы коллективным разумом. Мы правильно все поняли, правильно все осмыслили. Если так, для расширения, ну вот последнее, да, для расширения кругозора действительности и как итог написания работ по современности. Так, чтобы теория не расходилась. Ну, понятно. Так, ну, я вот хочу сказать, ну, мне кажется, вот у Оксаны так наиболее лаконично получилось выразить, чтобы верно анализировать действительность и понимать, что и как нужно делать. Хотя и остальные ответы, они тоже достаточно, ну, в верном направлении. Ну, я тут просто несколько пунктов, да, скажу относительно того, для чего действительно это надо, вот если так резюмирую. Во-первых, конечно, это нужно для того, чтобы разбираться в политических процессах, да, понимать действительно закономерности этих процессов. Потому что если мы их понимать не будем, то нас будет очень легко сбить с толку. Собственно, обратите внимание, что вот аудитория таких деятелей, как Платошкин, Удальцов, ну, то есть политиков популистского толка, да, она отличается вот даже от нашей аудитории, там, от аудитории того же Семина, ну, у нас пересекаются аудитории, от аудитории, там, тех же марксистских кружков, да, тем, что люди очень не разбираются вообще в теории. То есть там теория, ну, она напрочь просто, понимание теории напрочь отсутствует. И отсюда получается, что тот же Удальцов сначала ведет свою паству в хвосте либералов в 2011-2012 году, да, потом, когда организация разгромлена, ой, я что-то сам себя стал слышать, вот, потом, когда организация разгромлена, и там самого Удальцова посадили, его, соответственно, так, что-то зафонило. А, вот, все нормально, вот, так, закрыли чуть-чуть, пока ничего мы тут не сказали такого, вот, ну, вот, когда его организация разгромлена, да, там, половину пересажали, то, соответственно, ну, спустя энное количество времени он уже зовет там за КПРФ топить, да, за Грудинина, миллиардера, ну, и так далее. То есть, и люди, которые за ним идут, они даже не понимают, что они, по сути, даже честные люди, а в Левом фронте есть немало хороших, честных людей, что они, по сути, выступают марионетками, да, вот, это как первый момент там. Тут то же самое про платошки. То есть, если мы будем хотя бы изучать марксизм, хотя бы разбираться, ну, как минимум, да, вот, даже человек, предположим, нигде не состоит, да, ни в какой партии он не стоит, да, он изучает марксизм, да, он такой вот продвинутый, как я сказал, да, продвинутый марксовет, разделяющий взгляды марксистские, ну, пока еще там не дозрел куда-то вступить. Но, тем не менее, да, уже даже здесь он, ну, не пойдет, не пойми куда, не пойми зачем, да, он уже как-то выводы будет более осмысленные делать. Вот, это первый момент, да. Потом важно изучать, это и нам, вот уже, собственно, ну, если брать активистам, важно изучать для понимания, куда прикладывать силы, да, потому что можно, там, не знаю, заниматься агитацией всех, да, ходить по электричкам, раздавать газеты в течение, там, не знаю, 20 лет, да, или 30, там, агитировать народ, вообще, да, всех хороших людей, там, у лесов, у школ, у больниц, везде, да, ходить. Ну, насколько это, вот, приложение сил, то есть сил затратится много, да, а эффект будет, наверное, не очень, да, можно выявить свою социальную базу, да, опять же, да, научно обосновать, почему именно эта социальная база, да, например, почему именно рабочий класс, можно с ним работать, то есть для понимания, куда прикладывать силы, вот, это тоже очень важно, вот, потом для понимания вообще, как себя вести в той или иной ситуации, потому что, вот, некоторые уважаемые даже люди в марксистском движении, они, вот, я слышал такую фразу от некоторых из них, что вроде бы как диалектически все у нас мыслют стихийно, вот, вот, но на самом деле это не черта подобного, потому что если бы диалектически у нас мыслили все стихийно, то у нас люди бы не попадали бы на одни и те же грабли, да, и в том числе даже и, в общем, многие организации такого левого толка, то есть мысли диалектические, это не просто признавать, что все развивается вообще, ну, мы об этом отдельно еще будем говорить, когда диалектику рассмотрим, но это умение видеть противоположности, это умение видеть, где прогресс, где регресс, а ведь ситуация очень часто складывается политическая так, что приходится выбирать не между хорошей стороной и плохой, да, а между одним злом и другим злом, и думать, как вот в борьбе этих двух зол нам себя вести, да, вот мы сейчас видим протесты в Белоруссии, например, да, вот что там делать, да, поддерживать батику, который сам ведет страну в капитализм более, может быть, медленными темпами, или поддерживать восставший народ, вот, но, извините, за этим восставшим народом там стоят силы еще похуже, которые будут, да, и вот как здесь, какую позицию занять, и вот без понимания, без овладения материалистической диалектикой, то силы будут впадать или в охранительство, или вот в такой хвостизм либеральный, да, то же самое и у нас, вот год назад были массовые митинги в Москве, а сегодня массовые митинги в Хабаровске, да, вот, там же тоже, там нету сил прогресса и сил реакции, там одна реакционная группа борется с другой, используя народное недовольство, и вот как быть, да, вот как тут, поддерживать, говорить, ура, народ вышел, или наоборот, говорить, что это все майданчики, давайте мы там поддержим, как меньшее зло Путина, вот, и на самом деле многие вот левые, которые кто-то, как говорится, может быть, за денюжку, да, а кто-то по незнанию, совершенно искренне, но по незнанию, действительно склоняются на ту или иную сторону, да, хотя здесь, как бы, нашей страны и нет, вот, поэтому, вот, знание теории, оно помогает еще принимать правильные политические решения, вот, и, конечно, знание теории помогает лучше вести нашу агитационную пропагандистскую работу. Если пропагандист не владеет хотя бы базовыми основами теории, то он не сможет внятно и точно донести нашу мысль. Его, во-первых, всегда будет легко очень сбить, увести в сторону, каким-то образом, значит, если грамотный, особенно, оппонент попадется, задать какие-то вопросы, на которые он не сможет ответить, то есть, хотя бы, ну, я не говорю, там, всем читать все четыре тома капитала Маркса, да, и науки, логики всю, да, но хотя бы какие-то основные моменты, да, понимать в марксизме, да, обязательно нужно, потому что, если такого понимания нет, то вот в работе с людьми просто это будет чувствоваться, да, и такой коммунист, который вот не овладел в должной мере марксизмом, да, хотя бы в каких-то основах, он будет всегда проигрывать в агитационно-пропагандистской работе. Ну, и последнее, это уже на перспективу, что, конечно, коммунистическое общество, в отличие от капитализма, который там стихийно гниет, да, коммунистическое общество строится сознательно, и поэтому вот овладение теорией, это, в общем-то, одно из условий вот успешного построения такого коммунистического общества. И в этом плане, кстати, вот в советское время много для этого делалось, хотя, к сожалению, теории, как выяснилось, вот, наверное, какие-то другие методы надо было подачи, да, потому что вот по итогам вроде научный коммунизм, диамат, эстмат всем преподавали, но не все, к сожалению, овладели этой теорией в должной мере. Вот, поэтому вот таким вот образом. Ну, на этом я буду свою часть монолога завершать, вот, и переходить к вопросам. Ну, я вот не знаю, мы или через микрофон, или через чат, я чат-то читаю, тут все, в принципе, тут, правда, много написано, но... Много-много-много, может быть, я не знаю, вот если можно как-то, кто хочет высказаться или задать вопросы, может быть, микрофончик можно включить вот с этим товарищем, или это не у всех возможность такая есть. Так, вот я читаю. Так, выше поднялся. Как вы видите диктатуру пролетариата сегодня? Вот, например, вопрос. Ну, я считаю, что сейчас у нас пока, к сожалению, нету прообраза будущей диктатуры пролетариата, но общая логика, она и известна. То есть, в классовой борьбе должны вырасти структура самоорганизации рабочего класса. Ну, это могут быть советы, это могут быть там какие-то комитеты. Ну, суть, суть этих структур заключается в том, что это должны быть выборы по производственно-территориальному принципу, да, не по территориям, а в первую очередь по фабрикам, заводам, местам работы вообще, да. Производственный принцип лучше позволяет отразить, что ли, вот именно пролетарский характер и отозвать легче. Это должен быть отзыв депутатов всех уровней, да, это должны быть именно вот структуры, которые бы претендовали не только на экономическую, да, борьбу, но и на политическую власть. Очень важно. Вот. А вырасти это может только исключительно из классовой борьбы. Поэтому в этом смысле успешная забастовка, да, какой-то бастующий, организованный, бастующий рабочий коллектив, они дают для будущей диктатуры пролетариата, на мой взгляд, гораздо больше, чем вот многие диванные там сидельцы, кто там пишут комментарии, там, или строчит, выдумывает какие-то новые теории, или какие-то митинги там за все хорошее против всего плохого. Нет, из этого не вырастет. А вот именно из борющихся коллективов, вот вы посмотрите, я всем советую смотреть наш канал Ротфронта. Вот, наверное, я не буду слишком сильно хвастаться, если скажу, а оно так и есть на самом деле, что, наверное, наш канал это единственный из левых вообще YouTube каналов, где на стримах присутствуют не только там лидеры партии, или там какие-то вот такие топовые фигуры, там политологи, но и обычные рабочие, да, причем не просто рабочие, а те рабочие, которые имеют опыт классовой борьбы. Да, вот у нас буквально недавно с рабочим из РЖД был стрим, там до этого с рабочими там из предприятия, которые вездеходы производят, вот подмосковный Трекл, вот, до этого там еще с транспортными рабочими, с врачами, да, профсоюзниками. Вот посмотрите, вот я думаю, то, что из таких как раз людей будущая диктатура пролетариата и вырастет. Ну и, кстати, пользуясь случаем, анонсирую завтрашний стрим с Виктором Аркадьевичем Тюлькиным, лидером Родфронта и делегатом последнего съезда КПСС, одним из создателей движения коммунистической инициативы, из которого потом вышло вот РКРП. Будем как раз обсуждать пройденный исторический путь, поэтому завтра в 8 часов тоже присоединяйтесь. Так, дальше смотрим. Революция, единственный путь, ну тут написали уже, да, единственный. Ну если как бы коротко, то да, единственный. Никто просто так ничего вам не отдаст. А какой именно, как именно, это уже мы, как говорится, говорить не будем. Так, дальше. Дальше. Вопрос, вот Владимир Рязанцев пишет. Почему сейчас класс пролетариата не так активно борется за свои права, не выдвигает политических требований, как в 19-20 веке? Константин Семин так говорил, что каком движении разгромлено по всему миру. Я думаю, здесь вопрос на самом деле сложный, да, и я могу дать на него далеко не полностью исчерпывающий ответ. Я думаю, что, во-первых, сейчас мы имеем несколько аспектов, да. Во-первых, в России, а в других странах, кстати, рабочий класс на самом деле борется более активно, просто он там борется за экономические именно требования. Ну, я, что касается России. Да, в России есть несколько факторов. Во-первых, длительное существование Советского Союза. Вот тут мы опять видим эту диалектику, да, когда с одной стороны вроде бы рабочий класс все имел, автоматически причем, да, и система обеспечивала то, за что там в других странах капитализма надо было бросать булыжник. У нас в советское время хочешь квартиру, хочешь там, не знаю, работу, хочешь выучился бесплатно, заболел там серьезно, вылечили, да, все это было. И у людей вот такая, как бы, привычка, вот такой патернализм, как это называется, да, государство, он сохраняется до сих пор. То есть сущность государства поменялась, нынешнее государство, это уже буржуазное государство, а у многих людей еще вот по привычке остались надежды, что, ну, что-то, оно же нам что-то должно, государство, да, оно же о нас должно заботиться. Хотя на самом деле, вот, действительно, государство, это оно ничего, оно только олигархам своим должно. Вот, и неспроста вот эти чиновники, которые там помоложе, кто постарше, то они поумнее, они то, что думают, не говорят. А вот эта вот молодая поросль часто проговаривается, да, то там, живите на макарошках, то там, государство вам ничего не должно. Почему? Потому что они высказывают то, что думают, и то, что по большому счету все, все государство думает по-настоящему, да. Это один момент, да. Второй момент, все-таки, деиндустриализация у нас прошла, да, и вот тоже рабочий класс сократился численно, во многом деморализовался, да. Этот момент тоже нельзя не учитывать. Ну, и третий момент, все-таки, я бы не сказал, что совсем оно разгроблено. Вот Константин Семин, он правильно, ну, я с ним согласен, там, по его оценкам, по большинству, но иногда, может быть, он так перегибает. Все-таки сейчас тенденция роста рабочего сопротивления есть, и мы это видим, да, вот кризис, он, ну, никуда не денешься, да, то есть рано или поздно все-таки холодильник побеждает телевизор. Просто другое дело, что проблема в его такой, вот что ли, локальности, да, то есть то там, то там вспышка, нет единого, вот как написали, сопротивления. Но это, мне кажется, еще и от того, что нету и достаточного опыта классовой борьбы, к сожалению, да, и вот по совокупности факторов. Ну, а на Западе там другая проблема, там классовая борьба активно идет, но в экономической сфере, и в значительной степени это связано и с подкупом части вот рабочей аристократии, буржуазии, да, и с иллюзиями, которые тоже в головах витают, ведь там тоже борются-то не за социализм, а за то, чтобы просто те правила игры, которые прописаны, они лучше исполнялись. Вот, ну, это проблема, это особенность эпохи реакции, мы сейчас живем с вами в эпоху реакции. 30 лет это не такой большой срок, чтобы возникло новое, мощное, революционное, действительно коммунистическое движение, видимо, больше времени должно пройти. Вот, но мы на данном этапе, да, все равно делаем все от себя возможное, чтобы это все произошло быстрее. Так, дальше про теорию. Вот, читаю так, что должно произойти, чтобы армия и полиция перестали подчиняться правительству. Ну, здесь, я думаю, ребята, что должно произойти? Ну, я думаю, то, что, конечно, должны массовые забастовки и массовый, то есть массовый протест, но не просто толпы на улице, а массовые забастовки, да, чтобы вот эти люди увидели слабость. То есть, ну, любая революционная ситуация, мы теорию с вами знаем, да, верхи не могут, низы не хотят. Когда низы не хотят, то возникает то, что называется всеобщей стачкой, да, когда никто не работает, народ с одной стороны на улицах, с другой стороны там встало метро, встали заводы. Это вот, когда вот это все вместе, то мы имеем это стачкой. Это февральская революция, собственно, произошла. И тогда, конечно, ну, вот эти вот полиция, да, военная, ну, по крайней мере, их рядовая часть, да, они увидят, ну, тем более, что они сами живут, у них у самих есть родственники, да, и они, ну, как минимум будут себя вести нейтрально, да, но для этого надо, чтобы не просто низы не хотели, но еще и верхи не могли. То есть, для этого надо, чтобы государственный аппарат, он, ну, настолько был развален и разложен, что он уже не может действовать по-старому. Пока мы к этой ситуации не подошли, да, пока и низы еще не так уж сильно не хотят, да, по большому счету еще пока терпят, вот, да и верхи еще пока кое-что, да, могут, вот, поэтому, ну, так. Так, у кого будет сила словом бить по ушам? Ну, иногда и слово, так скажем, оно, если правильно ударит по ушам, то и сила появляется. Он, Ленин-то, в 17-м году, он смог расположить на свою сторону большинство трудящегося населения России. Словом, словом организации, то есть, здесь два момента, да, это правильная политическая линия, это принципиальная политическая линия, это организация, вот, без этого никуда. Так, вопрос, если капитал и власть буржуазии все больше нарастает, будет ли возможность революции рабочего класса, если капитала у корпораций будет в разы больше, даже, чем у государства? Ну, что-то я тут, вопрос такой, прямо, да не, ну, революция, понимаете, революционная ситуация, она же возникает, ну, как вам сказать, там, если возникает революционная ситуация, то там уже никто не будет считаться, там уже будут забастовки, там, даже установите вы 12-часовой рабочий день, если людей допечет, они просто на это наплюют, да, они организуют те же самые, там, профсоюзы, да, те же самые советы, там, забастовки, а сила, если капитал будет все нарастать, ну, слушайте, вот, Николай II, он же жестко давил, там охранка работала, и все, и рабочих расстреливали, все равно ничего не помогло, то есть, я думаю, что все эти вещи, они могут как-то отсрочить, вот, все репрессивные, но, ну, вот этот вот процесс объективный, да, революционный, а революция, это что, это прежде всего смена одной общественно-экономической формации на другую, вот, остановить это не получится, все равно. Так, про Хабаровск, так, на днях Олег Двореченский по поводу протестов в Хабаровске сказал, что всем красным там нужно работать в первую очередь, создавать координационный совет, работать с массами, а те, кто говорят, что там нет повестки, то они ошибаются, как раз есть, надо развивать, носить дома, что нужно сидеть, а как вы считаете? Ну, я, опять же, тут за Хабаровск сложно говорить, потому что надо, наверное, узнать у местных товарищей, вот, ну, у нас и были несколько материалов на сайте, ну, лично свое мнение, я скажу. Я считаю, что, конечно, местных вот местным коммунистам участвовать там нужно, но участвовать не с целью, там, поддержки, да, шила против мыла, а с целью именно разъяснения, там, классовых интересов, продвижения каких-то социальных требований, да, политических требований, таких именно системного уровня, не просто, там, верните нам фургала, да, а, там, введите отзыв депутата, например, как минимум. То есть участвовать-то надо, на мой взгляд, и, собственно, мы в Москве вот год назад тоже уж участвовали в этих навальнических рейтингах, просто не нужно поддерживать, так скажем, вот движуху, то есть мы туда идем не с целью поддержки вот этого процесса и поддержки там, тем более фургала, там, против Дегтярева или как угодно еще, а надо идти туда, чтобы работать с проснувшимися людьми, здесь спора, по-моему, нет. Ну и, по возможности, местные, конечно, наверное, должны консолидироваться между собой, местные вот левые, там, коммунисты, которые есть, вот, ну, мне просто сложно говорить, потому что я не знаю политического ландшафта Хабаровска, и я не знаю, насколько там вообще вот вся эта взаимосвязь налажена, но то, что участвовать в этих протестах нужно, и нужно там продвигать свою повестку, работать с массами, здесь я как бы согласен. Просто, мне кажется, у Олега немножко восторженность присутствует, что эти протесты к чему-то приведут, вот, сами, вот, по своей логике. Я считаю, что протесты чисто уличные, без забастовок... Не значит, что там не надо работать, и это не значит, что не надо стараться, даже вот в той толпе, какие-то, значит, идеи прогрессивные сеять. Нет, работать надо, я считаю. Так, дальше. Что вы думаете о представлении марксистских идей народу, не называя их марксистскими? Ибо, как мне кажется, многих людей отпугивает слово марксизм. Как-никак, последствия долгой пропаганды, капиталистической системы, ну, понял мысль вопроса. Я думаю, то, что все зависит от аудитории, вот, мое мнение такое. Прятаться со всем, это глупо, потому что, на самом деле, не так уж сильно марксизм отпугивает. Я бы сказал, может быть, даже больше слова там СССР, социализм, может быть, они даже больше коммунизм там отпугивают. Марксизм, ну, не знаю, ну, слушайте, проводятся он научные конференции под вывеской марксизма, да, в МГУ целый центр марксистских исследований открыт. То есть, я бы не сказал, что это прямо вот совсем вот ты сказал, что ты марксист. Я вот на работе преподаю, я открыто всегда говорю, что я сторонник марксистской теории, как бы ничего, общаются люди, да, не шарахаются. Мне кажется, вопрос в аудитории. Ну, естественно, если вы идете в аудиторию там, не знаю, которая, ну, там, скажем, не очень расположена к этим, да, даже вот, например, вот вы идете на тот же митинг там Навального, где толпы народу, да, и вот если вы напишите там листовки, там будут вот портрет Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин за диктатуру пролетариата, ну, понятно, что вот на таком митинге, там, как в Хабаровске, там, или там у Нававы, там, или где-то еще, толку с этого не будет, да, и, наверное, не надо так делать, надо как-то по-другому, те же мысли другими словами, да, там, если вы в студенческой аудитории сразу так прям начали измами, ну, тоже, наверное, надо где-то сначала поосторожней, там, народ надо приучить к этому, да, потом уже там подсыпать, да, то есть надо зависеть все от аудитории, ну, а с другой стороны, если аудитория расположена, если, в принципе, народ готов слушать, да, по крайней мере, о марксизме, потому что я подчеркнул, марксизм, он не так вызывает, там, социализм, коммунизм, да, это еще более токсичная тема, марксизм, ну, не знаю, не сказал, ну, так а зачем тогда прятаться, надо говорить все как есть, мне кажется, то есть зависит от аудитории, грубо говоря. Так, вот пишут, где масса, там и надо с ними, да, с массами, я согласен, надо работать с массами, безусловно. Вот такая позиция, что, типа, там не наш протест, там все плохие, это, я считаю, неправильно совершенно, надо на любой протест идти и там работать, просто не надо иллюзий строить и не надо, так скажем, ну, не надо питать иллюзии относительно того, что одна группировка чуть-чуть получше другой группировки, то есть надо понимать, куда вы идете, надо понимать, да, что вот это известное выражение, что вы идете на схватку жабы и гадюки, и те, и те ваши враги, но ваша задача, вот, значит, людей, которые вот в эту схватку попали, как-то по возможности просветить, раз уж они задумались и вышли на митинг. То есть не нужно восторженность такой питать к этим протестам, вот, а то, что ходить там нужно и в том или ином виде присутствовать, там, может быть, без флага, может быть, с колонной какой-то, зависит уже от конкретных условий, это я тоже согласен с этим. В общем, мы везде были, и на Болотной были, и, в общем, сейчас выходим. Так, я работаю на строительстве дороги, среди моих коллег много есть возмущенных в протящем в стране, но когда предлагаешь объединить профсоюз, значит, отрицательная реакция. Что с этим можно делать? Я вас понимаю, Вадим, у меня тоже, вот, я, правда, вот в ВУЗе работаю, я рассказывал, да, и тоже очень часто там, ну, проблемы-то они у нас с вами, в принципе, одинаковые везде, вот, трудовые права, они, и вот эта эксплуатация, она касается всей их категории работников, да, это и рабочие, там, и учителя, и преподаватели, инженеры. И вот тоже, вроде так, это иногда что-то вскипит, а вот раз, и вроде профсоюз. Ну, значит, пока еще не готовы. Как им донести необходимость борьбы? Ну, потихоньку капать, капать на мозги, показывать примеры, иллюстрировать, да. Здесь быстрого пути не будет. Если люди не готовы, если люди боятся, то тут вы ничего не сделаете. Надо просто постоянно подтачивать вот эти вот иллюзии, подтачивать вот эти страхи, а там уже, как говорится, вода камень точит. Глядишь, там что-нибудь ваш работодатель сделает такое, что уже люди не смогут терпеть, как раньше, и создадут профсоюз. Ведь я хочу сказать, очень хорошие пропагандисты марксизма и необходимости классовой борьбы, это так называемые работодатели, да. Ну, на самом деле, работа отнимателей, если говорить по существу, да. Вот они очень хорошо пропагандируют за марксизм своим наплевательским отношением к своим работникам. Поэтому, ну, разъясняйте, продолжайте вести вот эту разъяснительную работу с коллегами. Другого рецепта здесь я вам не могу сказать. Так, дальше. Глобальная катастрофа, как оптимальное решение, может ли ускорить процесс пробуждения? Вопросы, кстати, все у нас такие сегодня, практикоориентируемые, прямо смотрю. Ну, по поводу глобальной катастрофы, я честно скажу, здесь может и пробуждение начаться, а может и полный обвал начаться. Я бы, вот эта логика, чем хуже, тем лучше, она мне не очень близка. С одной стороны, да, если всем станет очень плохо, то многие протрезвеют, да, у многих откроются глаза. Но дальше что? Ведь бывает так, что народу там или классу, да, ломают хребет, когда он глаза открыл, и он просто ничего уже не может, да. Он просто уже в бессилии, да, и происходит агония, происходит загнивание. Ведь проблема вся в чем, что вот мы забываем, к сожалению, а между прочим, вот будущее, оно только за коммунизмом, да. То есть, если мы говорим о поступательном, прогрессивном развитии общества, то следующая формация – это только коммунизм. Но, к сожалению, нужно понимать, что есть и другой вариант, есть вариант регрессивного, да, загнивания. И капитализм он может гнить довольно долго. Вот, поэтому и как будет? Я не думаю, что надо вот на это делать ставку, если честно. Так, дальше. Как сегодня выглядит пролетариат? Многие считают, что его будто бы уже нет. Ну, как же нет? Конечно, пролетариат есть. Вот, пролетариат, я считаю, опять же, свое мнение скажу в данном случае, да, у меня нет под рукой цифр. Вот, есть, говоря, ну, хотя нет, цифры я помню, 20 миллионов – это заводской рабочий класс, если говорить сегодня. Ну, если так вот говорить шире, то пролетариат – это наемные работники физического и умственного труда, лишенные собственности на средства производства, продающие свою рабочую силу и производящие прибавочную стоимость. Пролетариат сегодня, конечно, гораздо шире, чем, скажем, только заводской рабочий класс. То есть, сводить пролетариат исключительно к заводским рабочим – это неправильно. Пролетариат все включают как традиционный рабочий класс, рабочих, там, транспорта, рабочих в сфере науки и образования, ну, пролетариев. Потому что, например, если тот же преподаватель в ВУЗе, наемный, да, и он только живет с этой должности, там, или врач, например, да, особенно если это еще частный ВУЗ или частная клиника, ну, это тоже пролетарий, он приносит прибавочную стоимость, он не делит прибыль, он получает за продажу свои рабочие силы, вот. То есть, пролетариат, он сегодня, конечно, гораздо более многослойен, чем был, там, сто лет назад, вот. Но другое дело, кстати, что в другую крайность тоже впадать не надо, потому что некоторые говорят так, что пролетарии – это все наемные работники. Не все. Бывает наемный работник формально, да, он наемный, но он там, например, работает в администрации президента и получает полмиллиона. Ну, он депутаты наши, а не формально наемные работники. Но, по сути дела, понятно, что такие баснословные зарплаты – это часть прибавочной стоимости, с которой делится, в общем, буржуазия. То же самое, там, если брать топ-менеджмент, которые тоже могут быть наемными работниками. Вот, поэтому здесь тоже вот этот важный момент. Но если мы говорим о ядре пролетариата, вот именно о той его части, которая, ну что ли, является вот наиболее передовой, это по-прежнему рабочий класс заводской. Заводской, транспортный. Почему? Потому что все равно, даже будучи наемным работником, там, тот же преподаватель, он, например, трудится индивидуально все-таки. Да, а рабочий класс, они вот в силу условий труда, в силу объединения, вот такие большие коллективы, они все-таки трудятся вот уже коллективно. Да, и отсюда склонность к коллективным формам классовой борьбы. И вот, кстати, сегодня, даже несмотря на то, что у нас классовая борьба в обществе в целом не очень развита, но если мы посмотрим статистику именно трудовых конфликтов, то мы увидим, что рабочий класс заводской, рабочий класс транспортный по-прежнему больше всех борется, и больше всех трудовых конфликтов именно вот с ними, не с интеллигенцией, да, вот поэтому как-то так. Так. Дальше вопрос, да, вот про пролетариат. Почему с КПРФ, например, нет взаимодействия? Ведь это ресурс, который можно использовать. Это возможность смещения повестки влево. Ну, с КПРФ, если говорить о низовых ячейках, взаимодействия есть. И в регионах есть взаимодействия. Там в Зеленограде, например, вот в Подмосковном, формально это Москва считается, да, там даже совместное Первомайи там проводят. Например, в Москве в некоторых первичках вот у нас совместно с местными отделениями КПРФ первичными были теоретические занятия. То есть на низовом уровне взаимодействия есть. А если говорить об уровне общепартийном, то, ну, а какое может быть взаимодействие? Ну, вы же сами должны понимать, что КПРФ была в свое время создана специально для того, чтобы ослабить РКРП в первую очередь, ослабить. Потому что в начале 90-х годов РКРП возникло до КПРФ. Кстати, вот, может быть, кто-то не знает, иногда нас говорят, что мы вроде откалываем. Наоборот, изначально возникло РКРП и ряд более мелких партий. Самая крупная была РКРП. Это радикальная внесистемная коммунистическая партия, да. Вот в начале 90-х, там, в 92-м году там очень много людей выводили на улицы. А в 93-м году, вот уже понаблюдав на все на это, суд разрешил как бы КПРФ. Там же было дело КПСС. И вот на базе разрешенной партии возникло КПРФ. И наиболее шатающиеся, наиболее такие, ну, вот, как раз тогда много из РКРП перешло, причем даже много достойных людей перешло вот в КПРФ, именно вот с такой же мотивацией, как вот вы написали, что возможность как-то ее повернуть влево. Типа это уже все-таки официальная партия, она разрешена. Да, понятно, что там есть нечистые люди, но мы вот ее изменим и повернем влево. Ну, вот прошло уже почти 30 лет. Почти 37 лет прошло. Да, вот это вот выросло уже целое поколение уже взрослых людей, вступивших в, так скажем, полноценную трудовую жизнь. Ну, и где? Часть из этих людей вычистили, некоторые, кстати, вернулись обратно в РКРП. Вот, часть из этих людей там, ну, максимум где-то на низовом уровне что-то как-то могут сказать. А на политику партии в целом это не влияет. Ну, поэтому, какой тут может быть разговор? КПРФ, они сами, вот, если брать руководство, они сами не хотят идти на какой союз с РКРП, им это не нужно. Им вот лучше, чтобы они были, так скажем, презентабельные, чтобы их президент принимал. А что касается местных ячеек, с ними работа, где получается ее выстроить, там она и ведется. Так, вот опять дискуссия о пролетариате, ну, всегда эта дискуссия поднимается. Ну, когнитарят, умственные работники, все, конечно, нет, естественно, большинство наемных работников пролетариат. Ну, просто есть наемные работники, я говорю, вот, Путин наемный работник, наемный работник, полицай, который бьет там дубинкой по башке человека, он тоже наемный работник, тоже, но, как бы, прибавочной стоимости он не производит, да, и живет он за счет бюджета, да, ему, как бы, не за счет продажи рабочей силы своей, то есть здесь, и опять же, функцию он выполняет надсмотрщика, то есть, по сути, полицай, который бьет человека на митинге, это продолжение, как раз-таки, функции капитала, надсмотрщик, да, там, менеджер, хотя они формально тоже наемные работники, ну, а так большинство, конечно, так. Да, да, вот про Хабаровск на сайте Ротфронта есть хорошие статьи сказали. Так, ну-ка, смотрим. А, вот последнее. Так, с позиции марксизма... Господи, что-то... Так, секундочку, с позиции марксизма, относятся ли к народу врачи, учителя и прочие... Ну, конечно, к народу все относятся. Может быть, имелось в виду к пролетариату, к народу-то относятся, безусловно. Но по поводу пролетариев, я бы так сказал, бюджетники, их правильнее записать в категорию служащих. Вот, то есть, строго говоря, это служащие, если брать именно бюджетников, да. Но вопрос в том, что в самой категории служащих есть низы, которые, ну, практически по своему положению, по своему бесправию, тот же пролетариат, да, и которые к нам очень близки, и с ними работать нужно, и использовать противоречия внутри вот этой вот категории служащих нужно. А есть верхи, ну, понятное дело, они по другую сторону баррикад. Так, производить может не только пролетариат. Когда я про производство говорил, я имел в виду, производит прибавочную стоимость, которую присваивает капиталист. То есть, если я, например, учитель, который живет за счет репетиторства, то я самозанятый, да, ну, по сути, мелкое буржуазье можно назвать. То есть, я как бы собственностью владею, да, то есть, я сам на себя работаю, по факту. Я не пролетарий, естественно, никакой. А если я, например, работаю в коммерческом вузе, и от моей работы зависит там, что, ну, вуз, он продает услугу, да, студентам, и от моей работы как бы зависит, насколько вуз будет дальше успешно эту услугу продавать. Тут я уже пролетарий, потому что я прибавочную стоимость приношу. Это, а так, да, и мелопроизводить-то может много кто, и там мелкая буржуазия тоже. Так. Вроде все, я так понимаю. Пока все, по-моему. Так, ну, товарищи, в общем, наверное, будем мы уже потихонечку, да. Я очень благодарю всех, что слушали, в общем, что активно обсуждали. Мне кажется, у нас первый блин не вышел комом, вот, потому что у нас такой первый опыт онлайн-кружка. Да, раньше как-то мы все в оффлайне проводили, а теперь в онлайне. Ну, и я вот смотрю, в общем, народ, в общем, не разбежался, поменьше немножко стало, но в целом держится цифра 18 человек, да. И, в общем, приятно, что такая вот дискуссия оживленная. Я предлагаю сделать следующее. В следующий раз я вышлю список литературы всем, да, и в следующий раз мы с вами, ну, вначале, вот, как-то надо попробовать, чтобы были все-таки микрофоны, послушать, вот, ответы на вопросы, потому что все-таки так это немножко другое, вот, так вот, ну, это надо продумать технически, наверное, вот. Ну, а на будущее, на будущее, в следующий раз будет лекция на тему предмет философии, мы начнем уже именно философию разбирать, марксистскую. На будущее, в еженедельной мате в таком, я думаю, можно будет уже чередовать занятия. То есть, например, в следующий раз я предмет философии разберу, ну, вам расскажу, да, и немножко вас поспрашиваю, потому что я сегодня вам рассказывал. Ну, а потом, мне кажется, уже можно будет начинать и какие-то доклады готовить. Ну, вы подумайте над своими возможностями, над своей готовностью. Если что, можно пока вот в таком лекционно-диалоговом формате продолжить. Вот, ну, а так, если вот будут желающие, то, в общем, будет неплохо, если мы там через пару занятий, например, выйдем на семинар. Тем более, там темы такие будут, там материализм, идеализм, основной вопрос философии. По-моему, они такие достаточно интересные в плане дискуссий. Вот. Ну, какие-то технические моменты, да, там подработаем. Ну, в общем, все, тогда всем спасибо за внимание. Будем заканчивать. Надеюсь, всем было понятно. Ну, да, да, я говорю, первый блин не вышел комом. Тогда до следующего воскресенья. Следующее воскресенье в 12, как обычно. Да, следующее, да, вот Вадим спрашивает. Следующее воскресенье. Да, и каждое воскресенье, пока мы в еженедельном формате, весь август точно. В сентябре, ну, надеюсь, посмотрим. Может быть, я просто не знаю по работе. Если будет хватать сил, продолжим еженедельный. Если не будет, ну, раз в две недели, как у нас он шел. Но я буду стараться выдерживать раз в неделю. По крайней мере, летом это железно. Вот. Ну, и думаю, что сентябрь тоже осилим. Ну, в следующий раз тогда уже Семина попросим с Батом. Семина попросим с Батом. Семина попросим с Батом.